конспект науки логики глава 2 категории наличное бытие конечность и бесконечность чистым бытие называется того что оно чисто от любых дополнительных признаков вот и наше контурное яблоко свободно от объема массы цвета запаха категория наличное бытие рассматривая чистое бытие мы установили что оно возникло из ничто и придет к своему логическому концу то есть опять же к ничто такое чистое бытие перестает быть чистым ведь мы знаем историю его происхождения и последующую судьбу а значит мы говорим уже на личном бытие которое представляет перед нами на лицо наличное бытие встает перед нами на лицо наличное бытие обладает качеством совершенно простым отличающим его от любого другого абстрактного бытия ну или чистого бытия граница наличное бытие имеет границу отделяющего от окружающего бытия наше яблоко имеет границу виде черного контура этот контур отделяет яблоко не только от внешнего мира но это его не бытия как только у яблока исчезнет граница то оно перестанет существовать конечность конечность не та которая руки-ноги у человека если яблоко имеет границу отделяющие его от момента прихождения то значит яблоко имеет конечность момент когда на личное бытие было и кончилось определение на личное бытие имеет определение то чем он отличается от всего остального определение всегда одно определение это то что отличает наше яблоко от всего остального то что позволяет определить яблоко таким образом что не даст нам спутать его не только с грушей но и со всеми остальными вещами со всеми другими бытиями так мы узнали существование другого бытия вывели категорию другое или ее еще называют и но и в разных переводах книжки гегеля она категория переводится по-разному иногда обе категории вместе и другое и иное наличное бытие меняется с течением времени от момента становления до момента прихождения мы знаем что яблоко перед тем как созреть и стать красным было совсем зеленым и незрелым это одно и то же яблоко имеющие одно и то же определение но при этом мы легко отличаем спелое и незрелое яблоко между собой то что отличает разные состояния наличного бытия в момент становления называется характером в отличие от определения характеров может быть много так спелое яблоко можно выбрать по целому ряду характеристик это цвет и запах и степень упругости его кожуры. Снятие. Несмотря на различия определения бытия и его характера, эти различия можно снять. Этот переход логично называется снятием. Покупая яблоки в магазине, мы легко снимаем различия отдельных плодов между собой по характеристикам и покупаем сразу за целый кулек фруктов. Наличное бытие. Итого, у наличного бытия есть определение, которое отличает его от всего остального. Есть характер, проявляющийся внешне в разные моменты времени. И граница, где наступает конец бытия, отделяет его от другого бытия или ничто. Бесконечность. Рассматривая категории конечности, мы приходим к выводу о существовании его отрицания, то есть бесконечности. Переваливаясь за границу, мы уходим в бесконечность. Бесконечность при этом может быть дурной и истинной бесконечностью. Дурная бесконечность, это когда бесконечность упирается в бесконечность и опять от нее отталкиваясь, повторяя бесконечное количество раз. Истинная бесконечность. Содержит снятие различий между конечным и бесконечным. Пример. Если мы будем просто так есть яблоки, а затем выращивать из этих яблок, точнее из их семян, новые яблоки, это будет примером дурной бесконечности. Или другой пример из первой главы. Когда мы брали чистое бытие, перегоняли его в чистое ничто и обратно, до бесконечности. Пример истинной бесконечности. Когда мы едим яблоки, и садим только семна самых больших и вкусных плодов, чтобы получить новый сорт яблок. Второй пример. Изучая науку логики, мы из первой главы, где мы брали чистое бытие и чистое ничто, перешли ко второй главе, где мы это чистое ничто и чистое бытие доразвили до состояния наличного бытия и наличного ничто. Истинная бесконечность является бесконечностью только в сравнении с конечным. Так выращивание яблок только на первом взгляд выглядит бесконечным процессом. Человечество садит яблоневые сады много столетий подряд. Но на самом-то деле мы знаем, что яблоневые сады существовали не всегда. До появления покрытосемных растений существовали голосемные растения, а до них вообще и папоротники. Да и дальнейшее существование яблок вызывает большой вопрос. Планета Земля не вечная и будут ли расти яблони в ближайшем будущем под большим вопросом. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok